Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, друзья! Отпускная пора уже началась, и это понятно. Весна и лето – самое популярное время года для отпусков. И как раз-таки в этот отрезок времени для многих из нас становится актуальным вопрос, как сделать отпуск, долгожданный отпуск, не только менее затратным, но и максимально запоминающимся. Одни любят активный отдых, другие предпочитают проваляться на пляже весь отпуск. И в том и в другом случае важно спланировать все до мелочей, чтобы не растерять те самые драгоценные дни и минуты. Что предлагают гомельские турфирмы и какие варианты для отдыха наиболее популярны в нашем регионе? Об этом и многом другом сегодня будем говорить с нашими гостями, начальником управления спорта и туризма Гомельского облсполкума. Денисом Езерским. Денис Владимирович, рада видеть. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. И директором гомельской турфирмы Аллы Давыденко. Добрый вечер. Алла Алексеевна, рада видеть. Добрый вечер. Присаживайтесь. Ну что ж, уважаемые гости, такой вопрос. Вы уже спланировали свой отпуск на этот год? Да, я спланировал. Это будет один из белорусских санаториев вместе с семьей. Алла Алексеевна, это тот случай, когда сапожник без сапог? Или все-таки и у вас есть время для сокровенного отдыха? Конечно есть. Но это не будет лето, однозначно. Это не будет лето. Это будет октябрь. И это тоже будет наш белорусский санаторий. Значит ли это то, что лето – жаркая пора для турфирм? И вот терять это время, рабочее время, не хочется? Отчасти да, что на самом деле летом… Не знаю, как этот сезон будет, потому что вы нас все же, мы знаем, пошел немножечко спад услуг, туристических услуг, поэтому это лето будет совершенно другим, в отличие от прошлых сезонов. И действительно, лето 2016, оно непростое. И для туристических фирм, и для самих туристов в приоритете и у первых, и у вторых – безопасность, и сокращение затрат на отдых. Как совместить и то, и другое, как сориентироваться? Для некоторых это роскошь, для некоторых это потребность, но отдых, мне кажется, это необходимость. То есть отказывать себе все-таки в отдыхе не стоит? Это не стоит, это не стоит хотя бы дней 10, нужно себе позволить собрать последний там, скопить денежки и что-то еще предпринять, но все-таки отдых необходим. Денис Владимирович, я все-таки хотел бы сделать акцент на безопасности, особенно учитывая достаточно неспокойную ситуацию во многих туристических центрах, как быть здесь? Ну, абсолютно правильно, Александр. Вы помните, мы весь прошлый год говорили о безопасности, о безопасном отдыхе, и об этом предупреждает постоянное Министерство спорта и туризма, Министерство иностранных дел. Поэтому я и в этом году рекомендую туристам, прежде чем пропланировать свой отдых, посоветоваться со специалистами, если это делается в первый раз, обращать внимание на те туристические фирмы, в которых они будут заказывать этот отдых, и обращать внимание на туристические фирмы, имеющие сертификат, прежде всего. Ну и, конечно же, выбирать регионы, более безопасные для отдыха. Сегодня весь перечень рекомендуемых к выезду государств и нерекомендуемых перечень к выезду государств находится на сайте Министерства иностранных дел. Он открыт к доступу, поэтому, конечно, отдых будет тогда запоминающимся, когда он оставит хорошее впечатление. Когда он будет безопасным. И все-таки это такая тонкая грань, как только становится нестабильно в той или иной стране, туристические фирмы сразу снижают ценник за свои услуги. И все равно многие гомельчане и жители области выбирают как раз-таки вот эти выгодные предложения. Приходилось ли отговаривать людей, не торопиться с решением? Не только отговаривалось. Я даже запрещала своим менеджерам продавать в данном направлении такие туры. Потому что, насколько мы знаем, по нашему договору полностью несем за безопасность туриста, именно мы, турфирмы, исполнители. Хотя мы делаем много дополнений к этому договору, то есть приложение номер 3, дополняем, согласуем. Но тем не менее, даже чисто по-человечески, иногда приходится так немножечко в сторону вводить от данного курорта. Ну, а если человек все-таки настаивает продать ему данные, я отказываюсь продавать. Не могу переступить вот эту боязнь и страх, а вдруг с ним что-то случится. И все же вот в связи со всем вышесказанным, наблюдается ли тенденция, что наши белорусы стали отдыхать больше внутри страны? На сегодняшний день количество организованных туристических групп, выезжающих за пределы Республики Беларусь, так как и количество организованных туристических групп внутри страны, их сократилось. По сравнению с позапрошлым годом на 10 тысяч, что на выезд, что на отдых внутри Республики Беларусь. Но в связи с тем, что у нас очень сейчас стало популярным бронирование, поиск отдыха через интернет, с каждым годом, и мы это видим, растет количество туристов, которые приезжают самостоятельно, не организованными турами, а самостоятельно ищут маршруты через интернет, приезжают либо своим транспортом, либо общественным транспортом. И таких, это молодежь прежде всего, это молодые семейные пары, даже с детьми. Вот таких туристов с каждым годом становится все больше и больше. Ведь это более экономичный вариант. Да, это прежде всего то, о чем и говорила мой коллега, о том, что на сегодняшний день люди начинают считать деньги, и они, пользуясь современными технологиями, стараются экономить, тем самым бронируя самостоятельно. Уважаемые гости, если верить статистике на одном из туристических интернет-порталов, в топ-10 зарубежных курортов для белорусов по итогам прошлого года вошли такие страны, как Турция, Египет, Болгария, Польша, Греция, Литва, Испания, Италия, Черногория и Чехия. Так какие направления наиболее популярны в этом году? Можно уже определить эти страны? Ну, вы знаете, с учетом того, что у нас из Гомеля летают, это Болгария и Черногория, наши туристы, конечно, нам легко доехать и до Киева, Борисполь, но все-таки предпочитают именно отдых из Гомеля. К сожалению, в этом году Греции нету. Очень жалко, что нету Греции. А с чем это связано? Прежде всего, экономические моменты, потому что для того, чтобы заполнить чартер, необходимо его продать. Греция все-таки не такой дешевый отдых, и сегодня на самом деле Болгария, и даже несмотря на то, что Черногория дороже Болгарии, они все равно экономически интереснее для туриста. Поэтому я думаю, что Греция – это временный период, и рано или поздно, если не в этом году, то в следующем Греции вылеты из Гомельского аэропорта на Грецию будут возвращаться. Тем более, что прошлый год показал, что эти билеты раскупались, как горячие пирожки. Да, это было интересно гомельчанам, и нашему региону приезжали, в том числе и российские туристы вылетали из Гомеля, и из Украины приезжали туристы, вылетали из Гомеля. Поэтому, в принципе, наличие аэропорта – это довольно-таки хорошая и перспективная работа. Ну, в этом году, правильно, Болгария, Черногория – это те туры, которые сегодня востребованы в европейском направлении. Ну, не стоит, наверное, списывать еще и российское направление. Москва, Санкт-Петербург, Карелия. Экскурсионные туры. Экскурсионка. Очень большое количество белорусов, и гомельчан, в том числе, открывают для себя Карелию. Краснодарский край. Очень идет активная реклама российского региона на белорусском рынке. Очень большое количество скидок, предложений. Поэтому, конечно, это все находит отражение приобретения. Плюс Крым, который старается показать новое обновленное лицо. Плюс Крым, конечно. Потому что в рекламу Крыма российские туроператоры и турфирмы вкладывают большие деньги. Если позволите, я дополню по туру в Карелию. Мы прошлый год отправили первую группу. И на самом деле, по отзывам моих туристов, для них это было настолько интересно, настолько необычно, потому что та природа, вот, вы знаете, экзотика. Экзотика. И хотя немножко тяжело, потому что все-таки расстояние, все-таки это автобусный тур. Но, тем не менее, я думаю, что Карелия, она будет пользоваться таким вот спросом. Карелию можно сравнивать с нашими лельчицами. Я вот что вам скажу. Буквально несколько лет назад был в лельческом районе. Мы снимали цикл передач о агроусадьбах. И как раз-таки вот это соотношение грунта необычного, рельефа, гранита, который на поверхности, и вот этих берез, которые там тоже располагаются. Но это ли не наша белорусская Карелия? Что касается вот цен, да, по сравнению с прошлым годом, насколько изменились предложения ценовые? Вы знаете, я думаю, что при падении спроса повышать цены на услуги, это, мне кажется, это дорога в никуда. Поэтому цены остались на том же уровне, как и в прошлый год. Мы сейчас говорим про заграничный отдых. Про заграничный отдых тоже. Про направления морские в том числе. Да, цены остались. Даже некоторые турфирмы предлагают такие очень интересные бонусы. То есть стараемся что-то еще дополнить, чтобы пакет был более разнообразен, более полный, но чтобы не превышала стоимость. Автобусные туры по-прежнему на пике популярности, говорю сейчас и о белорусских направлениях, и о турах в Европу. Это возможность прикоснуться к тому, что человечество накопило за столько веков. Прикоснуться, посмотреть. Особенно если это первый шаг, и когда ты ничего не видела в той же Европе. Да, восхищаешься всем этим. Даже, вы знаете, когда едешь просто в автобусе, даже смотришь на те картинки, которые сменяют друг другу, это уже положительно, уже какой-то заряд какой-то получается. Поэтому некоторые предпочитают вместо того, чтобы поехать к пляжному отдыху, именно путешествия, именно даже путешествия на автобусах. Галупом по Европам, что называется, да? Ну, это на сегодняшний день, в связи, наверное, с теми моментами, которые принимаются по безопасности в аэропортах Европы. Сегодня, наверное, автобусные туры даже интереснее и легче переноситься будут, чем перелеты, которые, особенно с системой вот этой безопасности, постоянного контроля, который сегодня внедряется в европейских аэропортах. Поэтому, я думаю, правильно, абсолютно соглашусь с тем, что автобусные туры никогда не уйдут на какой-то задний план. Они всегда будут популярны, они всегда будут иметь своего клиента. Тем более, что если ты делаешь первый шаг в деле освоения той же Европы, потом уже каждый выберет для себя, какой город больше по душе. Ну, вот первый шаг, наверное, все-таки и нужно сделать с Евротурой. Она нужна всем, с этим нельзя не согласиться, пожалуй. И все же, какие варианты, какие направления сегодня наиболее востребованы, я сейчас говорю о Европе, о европейских направлениях, среди наших гомельчан? Мы продавали раньше, у меня праздник цветов был 395 евро. Праздник цветов в Голландии? Да. Известный праздник цветов. Известный, мой самый любимый тур, известный праздник цветов. Это знаменитый парк цветов Кекенхоф. Это, вы знаете, я считаю, что каждый человек должен там побывать хотя бы раз. В этом году он 230. Новое веяние последних нескольких лет – это совмещенный автобусный тур и отдых морской. Как удается совмещать одно и другое? Это тоже направление, потому что, вы знаете, когда идет экскурсионка, 7 дней, вы знаете, когда мы возвращаемся обратно, мне говорят, мы ничего не понимаем, все в голове смешалось. Я говорю, приедете, все разложится на полочках. А вот когда едем или в Испанию, значит, едем через Амстердам-Париж, отдых, а потом обратно возвращается через Ниццу, через Женеву. То есть это уже дозирована такая экскурсионка, вот, поэтому она на самом деле пользуется такой большой популярностью. Денис Владимирович, отправились бы в такой тур? Я думаю, да. На самом деле это очень интересно. Интересно, ты видишь больше, чем иллюминатор самолета. Ты на самом деле можешь, у тебя есть больше возможностей общения и посещения, и каких-то достопримечательностей, акцентировать внимание на каких-то достопримечательностях. Поэтому, а когда это, вот как говорят о том, что еще и заканчивается морем, ну, что можно, три в одном, да, то есть ты получаешь все. Любая туристическая фирма, конечно, планирует очень качественно, с остановками, с хорошими отелями и с хорошей экскурсионной программой, поэтому турист не устает. Анна Алексеевна, горящие туры, стоит ли игра свеч? Ваш совет. Вы знаете, иногда, даже не иногда, часто, мне на электронку приходят сообщения от моих партнеров. Поэтому, уважаемые коллеги, горит тур. То есть, кто-то, горячие туры, это кто-то купил тур и не может выехать. Значит, для того, чтобы его продать, ну, хотя бы оправдать, хотя бы перелет. Хотя бы, потому что компания выкупила билеты, выкупила и отель оплачен. Поэтому вот это и называется, горячий тур. Это нужно принимать, может быть, решение в течение дня. Даже буквально в течение двух-трех часов. То есть, для тех, кто собирает вещи несколько дней, это не вариант. Это не вариант. Какие плюсы в раннем бронировании? Давайте объясним нашим телезрителям, чтобы было более понятно. Цена, наверное, прежде всего. Потому что раннее бронирование можно до 50% дешевле. Особенно даже по нашим санаториям, я не буду брать европейские направления, во многих белорусских санаториях раннее бронирование до 50% цены. Я вот свой отпуск планирую, я тоже делал это заранее, потому что это на самом деле и финансовое дешевле, но и, что самое главное, есть выбор. Потому что уже сегодня можно просто-напросто не попасть. Потому что об отпуске начинают думать все одновременно. Когда уже... Чем не только белорусы, и россияне, и украинцы. Тогда уже все самое лучшее. Здравницы нашим друзьям из России, Украины, да не только из России, Украины, и из других зарубежных стран, не только постсоветского пространства, нравится соотношение цены-качества. Сегодня современное медицинское оборудование, профессиональный персонал, это то, что сегодня выбирают иностранные туристы, прежде всего, ну и белорусы. Мы сегодня должны рассматривать здравницы, прежде всего, как место, где можно восстановить свое здоровье, хорошо, качественно отдохнуть. И таких санаториев у нас очень много, практически все. Спрос на такой отдых точно есть, потому что знаю, что уже во многих санаториях, даже в нашей области, путевок практически не осталось на летний сезон. Абсолютно верно, но сегодня каждый санаторий имеет свой сайт. Сегодня система онлайн-бронирования, опять же, о которой мы говорили. Сегодня можно, опять же, те же горящие путевки в санатории. Это все на сайтах вывешивается, все это есть. И турист планирующий, либо белорус планирующий отдых в санатории, он может выбрать сегодня и в эту минуту выбрать санаторий себе. Агроусадьбы. Сегодня полюбившийся многим вид отдыха. Что предлагают сегодня гомельские агроусадьбы, агроусадьбы нашего региона отдыхающим? Ну, наверное, надо сказать о том, что уровень отдыха в агроусадьбах, он, конечно, вырос. Я вам простую статистику приведу. Когда это все начиналось, и мы говорили о том, что это направление в стране надо развивать, это было массовое образование этих агроусадьб. На территории Гомельской области их одномоментно появлялось более 300. Сегодня их 195-196 агроусадьб, которые, конечно, выжили. Они нашли свою нишу, они нашли свое лицо. И сегодня, как правильно вы говорите о том, что они одна на одну не похожи. Сегодня можно и рыбу половить, и на охоту съездить, спортивные варианты, и в сельское хозяйство домашнее погрузиться с семьей вместе, с друзьями, с большой компанией, с маленькой компанией, абсолютно любого уровня и любой ценового диапазона. И, наверное, то, что на сегодняшний день все больше и больше туристических фирм начинают работать с агроусадьбами, продавая их. То есть уже туристические компании начинают интересоваться, заключают долгосрочные соглашения. И последние выставки, московская выставка, которая прошла совсем недавно, минская выставка, мы видим о том, что уже не сами агроусадьбы каким-то образом себя начинают позиционировать, а туристические компании начинают продавать отдых в агроусадьбах. А это показатель? Это показатель, это определенный показатель, это говорит о том, что интерес есть. И мы знаем о том, что сегодня агроусадьбы развиты во всем мире. Это в Европе давным-давно традиционный отдых, особенно для местных жителей. Поэтому, конечно, это надо поддерживать, надо развивать и стимулировать. И Министерство спорта и туризма будет и дальше этим заниматься, потому что это одно из тех направлений, которые позволят к нам привлекать иностранных туристов, оставлять своих туристов у себя и, соответственно, улучшать качество отдыха. Знаем, что количество агроусадьб, в том числе в Гомельском районе, растет. Как нашему жителю, в конце концов, определиться, в какую из них ему стоит поехать отдыхать? Каждый год в мае месяце проходит день открытых дверей агроусадьб. Поэтому надо внимательно следить и за выпусками новостных каналов телерадиокомпании Гомель, которые традиционно это показывают, и следить на сайтах районных исполнительных комитетов. Сегодня практически все агроусадьбы имеют свои сайты. Это открытая информация, где очень можно много для себя почерпнуть. Алла Алексеевна, вы всегда говорите, путешествия – это же такое богатство. И как с вами не согласиться, Гомельская область. Чем привлекает туристов вашей компании? Куда стараетесь направлять гомельчан, жителей области, да и других клиентов? Вы знаете, когда мы переехали первый раз в Туров, это были у меня журналисты из Тонии и Аллаты. И когда они узнали историю Турова, княжества Туровского, они с каким-то трепетом, то есть у них немножечко исчезло вот такое вот… Знаете, вот было немножечко такое… Ну, можно я скажу, негативное отношение. А тут же прямо вот такое вот настроение выросло прямо уважение. А когда мы еще переехали через Препедь на пароме, и мы ночевали в Хлупинской буде, и после этого у них восторга, конечно, не было. Я говорю о зарубежных. Ну, буквально прошлый год, да, прошлый год осенью, профессиональный праздник, одно предприятие, я им предложила в Туров. Всю жизнь прожили в Гомельской области, и они не знали даже, что такое можно посмотреть в Турове. Насколько были восхищены этой вот старой нашей церквушкой, которая свыше 200 лет, и были удивлены, вот прямо дотрагивались до этих крестов, до дерева, до картины нашего художника. Понимаете, вот я наблюдала это с большим трепетом, потому что это всё-таки наше, это всё-таки, знаете, вот родное. Я сама, вы знаете, к своему студу столько времени была в Ловре, а в Третьяковской галерее было первый раз осенью. Я около портрета Лопухиной стояла, не отрываясь. А, ну, Монолиза, конечно, она впечатляет, но портрет Лопухиной, я, вы понимаете, я не могла от неё отойти. Вот, поэтому я думаю, что всё-таки путешествуй, обогащаешься, внутренне обогащаешься. Это не шубы, это не бриллианты, которые исчезнут, когда это богатство, которое оно, ну, прямо, понимаете, вот некогда исчезает. Что предлагает Гомельщина в этом плане? Ну, абсолютно верно. Паломнические туры становятся с каждым годом всё популярнее. Уже многое сказали про Туровскую землю, и я не буду повторяться. У нас есть ещё корма Добушского района и мощи, которые сегодня находятся в монастыре населённого пункта кармы. У нас есть наш собор Петра и Павла, где тоже очень много интересного. И на самом деле паломники едут не только с Гомельской области, с Республики Беларусь, с Российской Федерации, с Украины. Мы очень часто, все гомельчане, видят количество автобусов, которые стоят сегодня у нас на площади Ленина. Конечно, это Юровический монастырь, это храмы Полесья и Мозыря, которые сегодня также очень известны, набирают популярность. И много-много других мест, которые сегодня предлагают и наши туристические компании, и священнослужители предлагают посещать на проповедях. Поэтому, конечно, паломнический туризм и туры паломнические, они интересны, они необычны. И они проходят более качественно, да, то есть там люди идейные всё-таки едут. Поэтому это интересно. Это то, что тоже надо сегодня поддерживать. И абсолютно было правильно сказано. Мы зачастую не знаем, что вот рядышком с нами. И я неоднократно говорил, в том числе вот и с вами общаюсь, о том, что, наверное, каждый белорус, каждый гомельчанин должен побыть на Туровщине. То откуда наши истоки? С каждым годом, во-первых, и историки не сидят на месте, и археологи, что-то открывается новое, конечно, этим хочется делиться. Да и просто развивается этот населенный пункт. Это просто развивается. Национальный парк Припятский, чем не пример современного полесского курорта? Я вам хочу сказать, что много где был, но Национальный парк Припятский – это такая изюминка, потому что это не просто место, где сохраняется природа, вот наша полеская природа. Это сегодня и благоустроенная высокого, очень высокого уровня гостиница, и организация питания, и экологические тропы, и организация рыбалки, охоты, водного туризма, спортивного туризма. Это целый комплекс, чего только стоит музей природы. На мой взгляд, это один из самых лучших интерактивных музеев природы, который сегодня есть на территории Республики Беларусь. И мы говорили с вами об автобусных турах, говорили о турах с детьми или для детей, для школьников, то вот, наверное, самые познавательные туры, конечно, которые сегодня должны организовываться, это Туровское направление, Житковичский район, Петриковский район, Национальный парк Припятский, Дворцовый парк, Лансамбль, то, что на сегодняшний день, Чечерский район, то, что на сегодняшний день было бы развивающим для нашей молодежи. Причем эти направления, я вот убеждена, прекрасны как в теплое время года, так и в холодное время года. Абсолютно согласен. Здесь не надо подстраиваться под температуру воды, как в Прибалтике, например. Для того, чтобы оценить свое, нужно посмотреть, что же за пределами родной Беларуси, возвращаясь к нам на родину. Вот что за последние несколько лет и вас, и вас приятно удивило? Какие местечки, какие населенные пункты, либо туробъекты? Безусловно, вот вы сказали, с Евротура надо начать. Надо начать, наверное, с родной страны. И то, что на сегодняшний день уровень наших туристических объектов с каждым годом растет, даже пусть мы будем сейчас говорить сбитые старые названия, но поверьте, сегодня посещая Красный берег, посещая дворец, который сегодня в населенном пункте Красный берег находится, посещая Беловежскую пущу, Туровщину и так далее, можно каждый сезон открывать для себя что-то новое и интересное. Потому что наша туристическая индустрия не стоит на месте. Мы сегодня тоже боремся за каждого клиента, и мы ориентируем сегодня для того, руководителей, туристические компании, агроусадьбы, для того, чтобы они, конечно, учились и росли с каждым годом, привлекая туристов к себе. Итак, уважаемые гости, к сожалению, время подводить итоги. Мы, конечно, как зрители, туристы, прислушиваемся к мнениям специалистов. Вас сложно чем-то удивить, и все же ваши советы зрителям «Беларусь-4» как правильно спланировать свободные несколько дней, либо полный отпуск этим летом? Наверное, каждый должен определить, что он хочет. Ну, я все равно остановлюсь, наверное, на рекомендации выбирать безопасный отдых. Мне кажется, что любое путешествие, будь оно пропланировано в далекие страны, либо белорусы и жители Гомельской области, города Гомель, оставят свои предпочтения, непосредственно открывая для себя родную землю, отдых должен быть безопасным, отдых должен быть качественным, и он должен оставлять хорошее впечатление. Поэтому обращайте внимание на те туристические предприятия, с которыми вы начинаете работать по выбору своего отдыха. Ну и, конечно же, я всегда говорил и буду говорить, отдыхайте в Республике Беларусь, приглашайте в Республику Беларусь. Вот вы, Александр, сказали, пора подводить итоги. Итоги подведет статистика по концу года, когда мы наконец-то увидим, какие все-таки предпочтения белорусы выбрали вот в этот год, в 2016 год. И мне все-таки хочется верить, что это будут курорты и отдых в Республике Беларусь. Он будет с каждым годом популярнее. А лучше в Гомельской области? Лучше в Гомельской области, абсолютно верно. И те направления, безопасные направления, про которые мы сегодня с вами говорили. Алла Алексеевна. Вы знаете, буквально недавно у меня была старая знакомая, говорит, она все время мне говорит, у меня отпуск, куда я в этом году еду. Я говорю, что ты хочешь в этом году видеть, самое главное. Я не знаю, вот как скажешь, так и будет. Вы знаете, это очень большое ответственность, когда говорят на тебе, вот как ты, куда меня, простите, пошлешь. А вдруг разочаруете. Да, да, что предложишь. Поэтому у нее ребенок 12 лет, и я говорю, твой ребенок вообще видел корову наяву. Вот так вот. Нет. Я говорю, ну так значит будем выбирать что-нибудь, чтобы посмотрела, просто молочка попила и никаких дальних путешествий. Потому что это тоже нужно видеть, это полезно, это интересно, это все свое. И это безопасно? Я совершенно согласна, даже 200 тысяч процентов, что нужно выбирать все-таки безопасное путешествие, безопасный туризм. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое за такой познавательный разговор. Убеждена, что нашим телезрителям будет крайне полезно все услышанное и увиденное. Доброго вечера. Доброго вечера вам. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Добрый вечер, Гомель. Мы продолжаем. Согласитесь, путешествия вдохновляют. И наша следующая гостья тому подтверждение. Итак, в гостях вечерней студии телеканала «Беларусь-4» гомельский художник Ольга Копачева. Добрый вечер. Оля, добрый вечер. Присаживайся. Добрый вечер. Я просто в восторге от Парижа. Я считаю, что я увидела очень мало. Пожалуй, я соглашусь абсолютно с тобой, потому что Париж, наверное, город мало кому может не понравиться, не запомнится. И мало кого может не влюбить в себя. Да, мне очень понравился Париж. И особенно меня впечатлила Эфелева башня. Это тонкая, прозрачная, изящная конструкция. Мне кажется, что вся атмосфера Парижа, она вот витает вокруг этой башни. Вот если убрать Эфелеву башню из Парижа, он будет красивый, романтичный, уютные мансарды. Но это будет не тот Париж. И для меня Париж – это импрессионизм. Это тонкое искусство, изящное, вкусный кофе и красивые женщины. Как архитектор, в том числе, крайне интересен этот город еще, скажем так, из-за его богатой такой... В познавательном плане. ...архитектуры, да? Конечно, да. Разнообразной. Могу предположить, что во всех твоих поездках, в том числе и в Париж, вместо фотоаппарата с тобой краски и мольберт. Это так? Частично. Не вместо, а вместе? Вместе. Вместе с краской. То есть одной рукой фотографируешь, второй зарисовываешь то, что тебе запомнилось. Дело в том, что есть разные краски и разные техники. В дороге нужно понимать о том, что, наверное, удобнее всего это будет блокнот с зарисовками и какие-то графические вещи. Потому что маслом рисовать на пленэре масло долго сохнет очень. Вот поэтому иногда все-таки условия диктуют свой материал. В любом случае, такие поездки, особенно за границу, за рубеж, они вдохновляют? Безусловно, вдохновляют. Дело в том, что я однажды задумалась над тем, что такого интересного в архитектуре других городов. Почему интерес не иссякает? Почему нам так интересно и хочется увидеть? С одной стороны, когда мы видим это по телевизору, как видеоролик, нас привлекает это место. Много рекламы. Но нас привлекает и это место, и другое, и третье. Но когда мы попадаем в тот или иной мегаполис, да и небольшой городок, мы понимаем, мой или не мой. Вот от чего это зависит? Это зависит от, наверное, внутреннего ощущения. То есть от того, какой человек... Но опять же, атмосфера города может подойти человеку, может его не принять. Вот я и пытаюсь понять, почему. Ну, говорят, вот мы сейчас говорим про вдохновение. В таком случае, какие города мира тебя больше всего вдохновляют? На творчество, в первую очередь. На творчество. Вот из тех, наверное, небольшого списка городов, которые мне удалось посмотреть. Вот я говорила, что очень Париж понравился и Будапешт. В Будапеште, понимаете, вот здание парламента, да, вот оно такое очень знаковое. И мне понравилось это здание именно ночью с подсветкой. То есть, когда вот ты прогуливаешься на кораблике по Дунаю, и огромная архитектура светящаяся, которая просто нависает над тобой. Нужно знать, в какое время дня и ночи нужно посещать некоторые достопримечательности. Одни хороши в дневном свете, другие в ночном. Это если ты художник. В том числе. И неописный человек. Наверное, любому человеку было бы интересно посмотреть ночную Эйфелевую башню или башню в дневном свете. Они совсем разные. Да, да. И я вот еще считаю о том, что изначально, почему нас привлекают интересные города, почему нас привлекает история, почему здание 12 века настолько душевно можно воспринимать. И я склонна верить к тому, что архитекторы, проектировщики и те люди, которые принимали в этом участие, они просто влаживали душу. И поэтому, когда это тепло, красиво и светло, это всегда чувствует зритель. Поэтому есть места на этой планете, на этой земле, которым нам хочется прикоснуться и их увидеть. Знаем, что особое место в твоем творчестве занимают мосты. Казалось бы, с виду, ну, совсем обычные сооружения. Чем вот они так интересны для тебя и так притягательны? Мосты разные, разнообразные. Есть тяжелые, есть легкие, мокрые, теплые. Дело в том, что мосты – это своеобразные символы соединения миров. То, что соединяет мост, два мира, два кусочка. Вот эти части из мостов в твоем творчестве… Они действительно разные, как поются в той песне. И красные, и зеленые, и синие. Да, безусловно. И утонченные, и огромные. Динамика какая-то тоже есть определенная в этом? Есть и динамика, и статика. Присутствует все. Ну, важно же выбрать его точку, с которой, скажем так, нужно рисовать этот мост. Потому что, ну, с разных сторон он по-разному смотрится. Вы, в большинстве, понимаете, это, наверное, ощущение. Потому что нельзя… Ну, наверное, фотограф, вот он ищет ракурс, да, чтобы определенно был удачный, показать, вложить мысли. То же самое художник. Допустим, когда я вижу тот или иной объект, я не смотрю на него с одной точки. Я пытаюсь понять его атмосферу, его настроение. Ну, в первую очередь, нужно по нему пройтись, наверное. Да. А уже затем выбрать ракурс. Не так давно мы знаем, что в областном центре прошла твоя персональная выставка. Стоит отметить, что она прошла в Дворцово-парковом ансамбле, который сам является предметом вдохновения, не так ли? Расскажи, чему была посвящена персональная выставка Ольги Копачевой. Выставка была долгожданная, интересная, спонтанная. И в этом есть ее, наверное, такой маленький тайный смысл. Дворцово-парковый ансамбль – это, наверное, то место в Гомеле, в которое всегда хочется прийти. Улыбаешься ты, там можно грустить, но ты будешь чувствовать себя не один и не одиноким. Поэтому я считаю, что то, что выставка прошла именно во Дворце, для меня – это моя маленькая вторая победа. Выставка была посвящена архитектуре городов, потому что за период 2011 года накопились работы, которые захотелось показать зрителю, наверное, и увидеть себя со стороны. Дело в том, что когда ты пишешь картину, ты пребываешь в определенном настроении, и ты не можешь. То есть ты делаешь, но не совсем ты оцениваешь то, что ты делаешь. Только когда проходит время, ты смотришь… То есть настал какой-то этап в твоей жизни, когда нужно встать, оглянуться назад, посмотреть, с чего достигло, ну и, конечно же, двигаться вперед. То есть ты делаешь некие итоги определенного этапа творчества. Безусловно, да. У нас есть видео с открытия твоей выставки. Предлагаю смотреть и комментировать. Внимание на экран. Я так понимаю, это как раз то место, где размещались твои работы? Состоялась галерея, она была долгожданная. Вот архитектура Будапешта, морские пейзажи. Людей было много, вот гостей в выставке? Да, неожиданно было много людей и гостей. Публика разновозрастная, это тоже показательно. Да, да. Расскажи коротко о том, вот какие работы были представлены. То есть это, мы уже говорили об этом, городская архитектура, здесь представлены достопримечательности различных городов, мира. Может быть, как-то еще тематически экспозиция делилась? Были собраны работы более раннего периода и написаны с 2014 по 2016 год. Здесь архитектура Питера, Гомеля, Минска, Парижа, Будапешта. Очень понравился Амстердам, то есть по впечатлениям и потому, что получилось в итоге. Если художника вдохновляют места на создание работ, то, наверное, нас вдохновляют твои работы на то, чтобы поехать, отправиться на конец путешествия. Понимаете, искусство, как и путешествия, они воздействуют на человека независимо от нашего желания. То есть человек может побывать на выставке, я не говорю сейчас о своей выставке, увидеть картины Серова. То есть и картинка внесет в себе очень больше информации, чем текст. То есть мы волей-неволей, мы духовно обогащаемся. Наверняка интересовалась и отзывами посетителей. Поделись. Мне нравится. Не то, чтобы это тешит мое самолюбие, нет. Я склонна верить к тому, что мы живем в реальном мире. И нравится абсолютно всем это, наверное, неправильно и не нужно. Для меня важно, что я нашла своего зрителя. И для меня важен искренний блеск в глазах, когда вот я вижу... А он был у тех людей, которые были на открытии, да? Да, это непередаваемые эмоции, впечатления, потому что художник работает, он отдает свои силы, свою энергию. И картина любит, чтобы ты к ней прикасался, когда ты очень счастлив и доволен, потому что это чувствует цвет, тон. И потом, когда ты пишешь картину, наступает немного такой период, когда тебе нужно восстановить силы. И когда ты видишь реакцию зрителя, вот блеск в глазах о том, что то, что ты делаешь, нравится, это, безусловно, заряжает. Заряжает еще вдвойне. Ну, и такое место для экспозиции более чем престижно. Интересно, что сказали на твои работы, какая реакция была у опытных искусствоведов, в том числе сотрудников Дворцово-паркового ансамбля? Ну, насколько я поняла, наверное, понравилось. Понравилось. То есть по глазам можно было определить это? Да, да. Выставка – это еще и встреча. Удалось пообщаться с самыми разными и художниками, и коллегами по цеху. Я могу сказать, что, знаете, я ощущала такое чувство уютного дома, и было очень тепло. Вот, пришли на открытие выставки художники, и Лариса Михайловна Зуева, вот, это мой преподаватель, и я ей очень благодарна. Какой бы этап творческий ни был в моей жизни, это человек, который всегда меня поддерживает. На открытие выставки пришли художники Андрей Крылов. Мне очень нравится его творчество, импрессионизм. Это что-то необычное. Я спросила, что вдохновляет, и он ответил, что жизнь. У меня в руках книга «Исповедь в красках». Это издание Союза художников в Беларуси. Кстати говоря, стимул и вообще интерес к тому, чтобы стать членом Союза художников у тебя есть? Конечно, безусловно, он присутствует, потому что, когда ты что-то делаешь, нужно делать это до конца. И, наверное, чтобы это как-то обозначить, это очень важный шаг и нужный. Работаю над этим. Читаю первое предложение в информации о тебе. Молодая гомельская художница Ольга Копачева уверена, что свое слово она может сказать и в архитектуре, и в изобразительном искусстве. Ведь это действительно тема интересна, твое творчество, что ты не зацитлена всего на одном направлении. Да, более ранние работы, которые включали в себя эксперимент, искала себя в таком жанре, как абстракция. Мне очень интересно было. Это работы, которые основаны на ощущениях, на геометрии. И также мне очень нравится писать цветы. Мне всегда было интересно, что вдохновляет художников, которые рисуют ту самую абстракцию. Ведь это часто что-то непонятное, исключительно созданное в воображении художника. Что тебе давало темы для творчества в этом? Ну как, я так понимаю, если это более традиционная картина, например, изображение здания и так далее, то это значит, что время было на экскурсию. А если ехала на автобусе галопом по Европам, то тогда появляется абстракция, нет? Нет, не всегда так. Абстракция – это некое состояние, которое хочется отобразить на холсте. У меня была, в принципе, есть картина, выставлялась на республиканской выставке, называется «Стильная звезда». Есть палитра у художника, на ней очень много цвета. И всегда ты отдаешь предпочтение определенным цветам. На тот период, это где-то был 11-12 год, я боялась открыто красного цвета. В этой картине я хотела попробовать, что такое красный цвет. Потому что красный – это кровь в жизни, это агрессия с определенной точки зрения, это вызов. И то, что картина попала на выставку республиканскую, где были представлены молодые художники, я думаю, для меня это маленькая победа. Уже сегодня есть работа, которая дороже всего? Есть ряд картин, с которыми связана, наверное, маленькая история. Я ими очень дорожу. И такие работы, они греют, наверное, они набивают какие-то воспоминания. Есть, безусловно. Я люблю то, что я делаю. И это чувствуется. Спасибо. Вопрос на самом деле, мы часто задаем его нашим гостям. Ну, я убеждена, что для художника, для творца, любая из его работ – это определенный этап в жизни, определенные эмоции. Наверное, ну, ты правильно говоришь, все работы одинаково дороги, и отказаться от какой-то из них было бы сложно. Понимаете, с момента написания картины она живет свою жизнь. Я считаю, что они живые, потому что они дарят свет, они умеют говорить с человеком, поэтому у них у всех своя жизнь, своя судьба. И я очень рада, если это находит отзыв в сердцах людей, если это греет. Ну, сложно представить, что у тебя нет профильного образования, ты по образованию не художник. Все верно? Да, дело в том, что 6 лет. Ну, я не могу сказать, что у меня абсолютно нет художного образования. Нет, оно у меня есть. Это была художная школа с 6 по 11 класс. Мы изучали живопись, композицию, рисунок. То есть я рисую с детства. Какие-то азы ты получила все же, да? Да, и азы даже дизайна были. У нас 10-11 класс, это был профильный дизайн. И дело в том, что архитектура – это образование, которое включает в себя элементы построения, живописи, композиции. То есть я продолжала в университете заниматься и развивать это. Это ты сыграла роль в выборе профессии. Где сегодня работаешь? На данный момент сегодня я работаю в ОАО «Институт Гомельпроект» архитектором. Мы занимаемся проектированием жилых общественных зданий. Вот сейчас немного затронули промышленность. Это абсолютно другая, наверное, среда, но тем не менее она не перестает быть творческой. Потому что работа архитектора, понимаете, это кропотливый труд. Если в искусстве ты получаешь базовые знания, и некоторые работы появляются на интуитивном уровне, на уровне твоего ощущения, архитектура – она другая. С одной стороны, она творческая, но с другой стороны, это что-то гармоничное, точное. И архитектура требует знаний. Если в искусстве ты не знаешь, ты это интуитивно приходишь. И можешь эти незнания назвать абстракцией, то здесь всё-таки каждая ошибка. Да, в архитектуре, если ты не знаешь, ты этого не сможешь сделать. Другими словами, я так понимаю, сегодня ты имеешь уникальную возможность не только рисовать, изображать уже существующее здание, но и работать над теми проектами, которые вот-вот воплотятся в жизни. Расскажи об этом. Да, это уникальная возможность. Дело в том, что это мечта, наверное, каждого студента, который пять лет отдал учёбе и познаванию того, что же такое архитектура. И вот наступает момент, когда ты видишь это всё вживую. То есть, когда ты посещаешь строительную площадку, когда ты видишь за воплощением, то есть это не то, что было на бумаге, а это то, что притворяется в жизни. И это, понимаете, тоже то, чем пользуются люди, это та атмосфера, в которой живут люди. А если более предметно говорить, то это какие объекты? Это были дома по улице Мазарова, в 18-м микрорайоне, жилая совместная разработка с ДСК. Это новый развивающийся микрорайон, в нём собраны лучшие идеи. Я вижу просто то, с каким энтузиазмом работает Вельсикова Ирина Игоревна, это моя начальница. И, безусловно, это очень творчески интересный человек, у которого есть чему поучиться. Она является автором этого микрорайона. Я просто, понимаете, сейчас по-другому смотрю на фасады и на архитектуру. То есть здания, у которых тоже есть свой характер, своя жизнь и, наверное, своё будущее. Это очень важно, потому что здание, знаете, это как живой организм. В нём постоянно что-то происходит, в нём течёт вода, то есть то же самое, как у человека в организме течёт кровь. То есть это тоже что-то живое, несмотря на то, что оно выполнено из твёрдых материалов. Раз уж заговорили о родном Гомеле, какие улочки Гомеля вдохновляют себя больше всего? В Гомеле меня вдохновляет сердце Гомеля. Это та историческая часть, которая сложилась, наверное, и осталась нам наследством от нашего предыдущего поколения. Парк Гомельский, кусочек советской. Также вот у меня была идея. Я хотела показать... Наша вышка только что промелькнула. Мой маленький Париж. Да, я хотела показать Гомель, наверное, в другом ракурсе. Провести параллель между интересными другими городами. То есть это... То есть это не только точные копии, а это тоже есть, но и фантазии на тему, скажем так. Ну, это не фантазии, это, наверное... Сопоставление. Взгляд с другого ракурса. Вот. Почему Гомель не может быть привлекательным для туристов? Может. То есть и внутри Гомеля мы можем найти свой Париж, свой Нью-Йорк. Сегодня я предлагаю вам прикоснуться к идее, которая была озвучена, о том, чтобы провести параллель между Гомелем, Нью-Йорком и Парижем. Я подготовила несколько зарисовок. Они довольно сырые, схематичные. Я предлагаю пофантазировать вместе на тему архитектуры. С удовольствием. Предлагаю начать наш эксперимент. Угадайте, что за объекты изображены на эскизах. Ну, я сразу вижу нашу телевышку, а точнее улица Комсомольская, да, если не ошибаюсь? Улица Комсомольская, да. Это, естественно, наш собор Петра и Павла. А это, я так понимаю, здание главпочтампа. Вот как хорошо мы знаем с тобой наш родной город. Несложно было, признаемся честно. Сейчас я предлагаю провести параллели и сопоставить Гомель с другими известными городами мира. Можно я первая? Пожалуйста. Опять вернусь к телевышке. Ну, естественно, это наша такая маленькая эфелевая башня. Я права? Столько мы сегодня говорили про это строение. Да. Как я угадала? Это наш маленький Париж. Я так полагаю, что вполне вот это здание может встать на картине каким-то нью-йоркским небоскребом. Наверное. Да, это верно. Это мой Нью-Йорк. Еще одна параллель. Итак, Гомель-Париж, Гомель-Нью-Йорк. Сегодня делаем такие мосты. И третья работа... Я могу предположить, что наш собор, ну, похож на те соборы, храмы, которые расположены в городе Санкт-Петербурге. Да. Изначально это является образцом классики. Классика всегда звучит весьма традиционно. Как интересно. Как замахнулись мы на такие серьезные объекты. Что будем делать дальше? Сейчас я предлагаю взять немного цвета. Каждый из вас возьмет тот, который предпочтительный, и внесет свой штрих в эти эскизы. Коллективное творчество как минимум объединяет. Мы готовы. Я предлагаю взять кисти и приступить к творчеству. С удовольствием. Единогласно. Итак, а какой эскиз выбираем первым? Давайте по порядку. Пока Уля профессионально делает штрих. Мы, Саша, думаем с тобой, что бы нам такое разрисовать. Красиво. Да, это не было. Но дело в том, что когда я думала над тем, какой же будет Париж, он у меня вышел какой-то, знаете, такой ванильный. Саша, твоя очередь. Так, ну я возьмусь за озеленение. Сейчас это очень актуально. Вспомним уроки рисования. Как у тебя ловко получается. Ну, я так понимаю, очень часто во время работы ты смешиваешь краски, да? Да. Чтобы получился только конкретный оттенок, цвет, который хочется. Специфика разных красок разнообразна. В большинстве, больше двух не стоит смешивать, потому что получается грязь. Конечно, цвета дружат. Саша, твои цвета дружат? Сейчас проверим. Мама, которая увлекается художеством, думаю, будет мной гордиться. По-моему, очень хорошо. Ну, я как истинная блондинка, наверное, замахнусь на розовый. Наверное, многовато. Мне это напоминает, знаете, как у художников были ученики, когда они начинают, а потом они дорисовывали ангелочков. Мне кажется, ты что-то путаешь, Катя. Телевышка розового цвета. С сегодняшнего дня телевышка у нас розового цвета. Запомни. Можно добавить немножко телесного, да, бежевого цвета, чтобы разбавить тот самый розовый? Есть в красках очень красивые цвета. Это неоткровенно неаполитанский желтый, неаполитанский розовый. У них шикарное сочетание и очень мягкие оттенки. Как их добиться? Ну, их добиваются на заводе питерских красок путем применения определенных пигментов. Я подумал, ты к тому, что у Кати неаполитанский. Да, да. Катя рисовала, а сама не понимала, что это, оказывается, неаполитанский цвет и краски. Я считаю, что здесь не хватает цвета. Здания у нас совсем получились серые. Фасад этого здания разрисуем. Отлично. Движение кисти – это характер, поэтому не бойтесь проявлять свой характер. Я по-прежнему занимаюсь озеленением. Ты знаешь, мы можем даже с тобой совмещать. Совместим. Главное, мы про Олю должны не забыть. Мастеры-ученики, я тоже могу присоединиться. Три руки. Процесс пошел. Это все-таки ярковато. Ярковато получается. Я сейчас все зеленяю и зеленяю, и только использую зеленый цвет. А та же зелень, она же на самом деле может быть не только зеленой. Что еще можно использовать? Иногда я вижу синюю зелень. То есть, понимаете, открытые цвета – это очень хорошо, но они, да, я уже говорила, что они дружат. А правда ли, что в зависимости от того, какой цвет, вот говорят, чаще это говорят про детей, какой цвет ребенок выбирает при рисовании, это отображает каким-то образом его внутренний мир и характер? Безусловно. То есть есть даже отдельная наука? Да, мы можем не знать этого, но цвет на нас воздействует. Допустим, если окрасить комнату в красный цвет, то у человека постоянно будет повышаться давление. То есть, если мы будем есть из синей посуды, мы будем съедать меньше. Если это будет желтое, оранжевое, то придется очень много раскошелиться на еду. То есть, если даже холодильник будет желтого цвета или кухня, то в таком интерьере у человека больше возобновляется аппетит. Хорошо, а самый выгодный цвет в кризис на это время, это какой? Нет, на самом деле нет каких-то ограничений, какой цвет выбирать. Но с точки зрения вообще цветовой гаммы, чем тот или иной оттенок приближается к белому, тем менее его действие ослабевает. То есть можно взять легкий оттенок желтого и... Это будет способствовать и хорошему настроению, и хорошему аппетиту. Да, и вот когда, допустим, люди нашего региона, то есть славяне, используют желтый цвет в интерьере и красный. Ну, в частности, касается красного. Нужно быть очень осторожным, потому что, если взять, допустим, народы Востока, они привыкли к этому, да, это у них в крови, у них в темпераменте. Поэтому для них это очень даже так хорошо. Конечно, я не говорю сейчас о всех людях. Есть люди, которые очень обожают красный, некомфортно себя чувствовать. Все очень индивидуально. Но красный цвет, он тяжелый цвет, не каждому он подойдет. Дело в том, что, понимаете, когда яркий контрастный интерьер, это хорошо для кафе, да, когда у тебя эпизодическое его посещение. То есть ты пришел, ты насладился и ушел. А когда ты постоянно в этом работаешь, то... Ты привыкаешь, да, ты привыкаешь к этому, и он уже меньше тебя впечатляет. А если брать что-то вот, ну, для создания уюта, что-то приближено к белым, желтым оттенкам, то есть, ну, то, что разбавлено, или по-другому назвать... Тоже персиковые, да, на постельные. То они более нейтральны. То есть вы будете чувствовать свои эмоции, а не эмоции пространства. Тем временем Саша приступил уже к третьему эскизу. Да, но вот что еще вот важно, что если яркие оттенки, они иногда служат акцентами. То есть если у нас очень мягкий интерьер, то смело можно сделать яркие акценты. Вот, потому что акценты, они очень часто вытягивают это все и добавляют вот недостающий момент. То есть просто не словами, чтобы интерьер не казался скучным и в то же время, чтобы поднимал тебе где-то настроение. Да, да, безусловно. И часто, если люди делают светлый интерьер, то играют, там, не знаю, текстилем в этом интерьере, яркой мебелью или, там, ярким декором каким-то. Вот, это хорошо. Сегодня тебе хочется желтого, красного, фиолетового, да, то есть при помощи таких легких способов, чтобы не менять все кардинально. Ничего страшного, что я, так скажем, напала на желтый цвет. Нет, между прочим, это свет в окне. Это тоже некое философское такое значение имеет он, да? Оля, помогай нам исправлять, потому что у нас что-то получается. Саша, ты просто увлекся, крайне увлекся. Оля, просто нам, как хозяевам студии, разрешает делать все и даже больше. И не ругает нас. А получается что-то, что-то немного странное, наверное. Не знаю, мне даже очень нравится, что получается. Хотя, если отойти немножко дальше... То все собирается. По-моему, достаточно замечательно так, да? А вообще, я вот так понимаю, что это их хорошее времяпрепровождение для семьи. Почему бы не прийти и вот так вот всей семьей, и с детьми, и с родителями взять общую картину и... Да, есть специальная наука, направление цветотерапии, это лечение цветом. Мастер Оля, поставьте ученикам оценки. Всем улыбки. Это, знаете, как... Это потому, чтобы мы не расстраивались, да? То есть результат у каждого свой, и важно получать от этого удовольствие. Саша, ты слишком самокритичен, но мне кажется, мы очень даже старались. Плюсы есть? Конечно, есть. Это совместные эмоции. Совместный труд. Тогда у меня в завершении есть еще одно предложение. Обычно, насколько знаю, художники в нижнем правом углу ставят автограф. Предлагаю сейчас на каждой из картин поставить три автографа, чтобы усилить эффект. Давайте. Ну что ж, спасибо за такой замечательный эксперимент и за возможность прикоснуться к творчеству в прямом смысле этого слова. Спасибо. И за этот интересный разговор, и за творческий вечер. Удачи тебе и новых интересных проектов. Я тоже очень была рада знакомству и такой теплой беседе. Доброго вечера. Доброго вечера. Ну что ж, а музыкальную точку в нашей программе поставит вокалистка продюсерского центра «Артбиз» Гомельской областной филармонии Анна Антонова. «Артбиз» Гомельской областной филармонии 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 Антонова.